С вами был 16 Чеппер. Сегодня мы поговорим о продвинутом строительстве. В прошлом видео мы рассказали об основах, поэтому если у вас будут вопросы касательно базовых вещей пересмотрите прошлое видео. Кто-то взрывается. Отлично. Минус домик. Итак, давай приступим где-нибудь на более так открытой местности. В этом видео мы будем больше строить, меньше говорить, потому что, как Баш уже сказал, мы все изложили в прошлом видео. Сначала поставим времяночку, она будет хороша, когда у вас не так много ресурсов, но вы, в принципе, развиты. Там рецепт остались прошлого вайпа и так далее. Так, домик у нас будет где-то 5 на 5. Можно построить 3 на 3, зависит опять же от ваших ресов, от вашего онлайна и многих других факторов. К примеру, сколько с вами человек играет. Если у вас пара человек, вы более-менее развиты, поставьте такую 5 на 5 или, на самом деле, 3 на 3 тоже пойдет. Смысл в чем? В том, чтобы стоит в центре шкафчик? Ну ты сразу себе тысячу штук пропиши и все будет отлично. Уже. Полетаем вокруг, посмотрим. Я смотрю на момент пристройки. Это важный момент. В принципе, более-менее сносно. В принципе, здесь ровная поверхность, да, здесь пристроится. Ну, можно постараться, конечно, но один камень, единственное, тут угроза, допустим, вот этот камень. Но опять же, представьте, что надо построить здесь, чтобы хоть как-то попасть, допустим, на крышу. Особенно если крыша здесь будет, то есть несколько этажей всего, то есть это да. Придется строить огромный лифт. Да и не факт, что допрыгнете. Опять же, не забываем про другой видос бывшика, где он описывал, что можно строить сначала на пятом, потом на третьем, потом на первом этаже. Или то же самое, в четной последовательности. Да-да-да, ребят, сразу несколько шкафов, сверху вниз. Хорошая тактика, это помогает. Так, ну, пристроиться не получится, шкаф все покрывает, хорошо прям так. Ну, это реально очень ровная поверхность, повезло прямо. Не всегда вам так повезет, потому что на серверах, где много народу, там уже все хорошее место занято. А если не занято, то там, скорее всего, мало ресурсов вокруг. То есть всегда какие-нибудь минусы находятся. А что ты их улучшать будешь? Вармор? Я лучше вармор, но на деле, что есть, тем и пользуемся. Да, ребят, то, что мы делаем прямо сейчас, не обязательно делать именно так. Арморный фундамент, это просто сейчас делаем, потому что у нас ресурсов вагон. Вы делайте, как вам удобно. То есть это все просто для демонстрации. Например, сейчас актуален металл. Я помню, у многих было металлфрагментов просто тонна. И они не знали, куда ее деть. А сейчас, ребята, берется так вот, раз, и поехали. Вот так вот. Сейчас разрабы пристроили все-таки этот ресурс. И спасибо им, что пускай так, спустя такое долгое время, но все-таки они пришли к этому. Да, единственный, конечно, нюансик, что все-таки насчет С4 ракет немножко не так, как хотелось бы. Все-таки здесь здоровья больше, чем у камня. Почему будем делать на, допустим, одну Сишку больше, подарок, привет? На носу подарок ты не хочешь открыть, не? Ну давай, открывай. Открывайся. Не открывайся, погоди, сейчас он... Ну открывайся, друг. Ну что там в тебе? Я сегодня на Кубани, кстати, открыл. Там Мишка выпал. Слушай, он это, бракованный. Он не открывается у меня. А, он не так открывается. Упс. Я уж не встал, я бы пожалел, думаю, ну зачем взорвать такой красивый... Опачки. Не получилось. О! Очень странно. Да, получилось. Кабан, это мой подарок. Где, 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 где он выпал там? Запахну, что ракетницей он не взорвался. Социальная такая защита. Так, что там у нас? Мишка. Мишка, а мне, по-моему, ракета выпала. Или нет? Нет, не ракета. В общем-то, немножко ресурсов выпало, ну ладно. Сегодня я мажор. Леденцы выпали. Пойдем строить дальше. Съедобные леденцы. Под 300 сытости. Да. Новогодний выпуск. Ну понятно, что здесь будут двери. Да, ребят, не забывайте ставить дверь. Если у нас ее нет, это значит, что не должно быть на самом деле. И да, ребят, не забывайте строить все луковичной структурой. То есть, слоями. Это значительно усложнее трейд. То есть, как видите, сверху дверь у нас здесь. Здесь стена. Здесь дверь. Вы тоже как хотите, так и делайте. Это опять же повторюсь для демонстрации. Лестницу лучше тоже по центру ставить. Штан лут у нас будет храниться в центре. Лут вообще лучше хранить в центре, чтобы сложнее было либо с подсадки как-то сверху, либо с кранов и прочего. С другой стороны, если у нас будут стоять ворота, на первом этаже тоже достаточно безопасно. Поэтому, как придумайте. Как вариант, берете просто-напросто каменные стены и впритык окружаете дом. Ну, соответственно, ворота. Собственно, ради этого я все это и тут и делал. Таким образом, это будет реально очень суровая защита, она труднопробиваемая. Какой-нибудь клан пробьет ее. Да, они накопят ракет, накопят сишек и пронесут ваши ворота, ваши стены. Но опять же, кланов не так много. И им это не особо купится. Они, то есть, потратятся, но ничего, в принципе, не получат. То есть, раньше играть в раз было сложно. Раньше не было стен, раньше не было ворот. То есть, мы сами импровизировали и делали заборы обы из чего. То есть, фундамент, стенка, фундамент, стенка. Это было накладно. Это было невыгодно, потому что, опять же, та же стенка, пара сишек, там, несколько ракет. В данном случае, стенки это сурово. Это мощно, это твердо и непробиваемо. И, в принципе, это не очень дорого. Учитывая, какую они пользу несут, это дешево. И, знаешь, ну как, это дешево поставить, а чинить каждый день это накладно. Чинить все накладно. Это самое замороченное. Но надо чем-то жертвовать. Здесь мы поставили 11 стенок и ворота. Ну, соответственно, это там тысяч 6-7 камня в день. В принципе, не так много, если местность располагает этими ресурсами. Зато можешь пролететь вокруг, посмотреть с пристройкой проблемы. Местность довольно ровная. Снизу ничего не поставишь. Если поставить шкафы на третьем и на первом этаже. Или вообще поставить вышку из пяти этажей. Тоже сверху не запрыгнешь особо. Это довольно дешевый и сердитый такой домик. Ну и достаточно вместительный все-таки. Ну вот, да. Попытка не пытка, но все же. В общем, никто не будет заморачиваться. Слишком высоко, слишком охладно. Скорее всего, умрут. В процессе. Да, вряд ли нормальный райдер позарится на этот дом. Они лучше поищут людей, которые строят дома проще и не особо парятся. Да, в принципе, райдить не обязательно что-то крупное, крутое. Не обязательно с наличием сишек и ракет. Рейдить можно разные дома. Есть дома, которые просто не грамотно построены. Есть где-нибудь изъян в виде дырявой крыши или недостроенной крыши. Либо так задумал владелец дома. Надо смотреть и проверять дома. На больших серверах там вообще все просто. Пробежался, собрал тонну лута, пошел, чей-нибудь пустой дом занял. Разумеется, это не мода, там нет тп и холма. Зайдем чужой дом. Хорошо, если нет дверей там или, ну, мало ли, замков. На крайняк уже их можно просто выломать, выбить, да, потратить время. И вот у вас уже готовенький домик. Чужой готовенький домик. Он даже и устроить не придется. Так что продумывайте все наперед. Рассчитывайте. Вот смотри, Бэш. Хочу показать пример ошибок в данном случае. Я поставил ворота немножечко подальше от шкафа. И, в принципе, в данном случае можно попытаться. Вот тут зона шкафа. Вот здесь зоны шкафа нет. Здесь я сейчас специально все убрал билдин. А, ты себя же снял, да? Сейчас ставлю без билдинга. В принципе, да. Тут уже проглядывается проблемка. Мы почти внутри. Допустим, допустим. Даже вот так попробуем. Ну, нет. Так, конечно, я не долечу. Но если поставить туда полы, то, в принципе, вот уже отсюда, я думаю, можно будет запрыгнуть. Сгорем пополам, но можно. И мы, считайте, на чужой территории. Правда, как вылазить, то это уже другая проблема. Если вы располагаете достаточным количеством C4, вы пройдетесь до шкафа. Авторизуетесь в нем. И спокойно отсюда вылезете. Дядька, попробую прыгнуть. Вот, ребят, я, в принципе, живой. Хоть я сейчас и с гудмодом. Можно, конечно, попробовать отключить, давайте. Но мы сэкономили C-шек примерно 8. Да. Так, на этих воротах. И всегда нужно критически смотреть на собственную базу. Думаете о том. Так, год. Как бы вы зарейдили эту базу, будь вы райдером? Я отключаю год, давай попробую запрыгнуть. Опа. Вах, ребят. 59 осталось, все отлично. То есть вы не особо даже в здоровье потеряете, прыгая отсюда. Поэтому ставьте максимально близко. К шкафу. И это будет нормальной защитой. Здесь у нас дворик получил слишком большой. Да, у нас дворик большой, поэтому надо знать, как делать, ребят. Да, просто, ну, получается как. Можно поставить стену вообще впритык прям к дому, чтобы они, конечно, почти там соприкасались. Когда будет даже чем-то экономичнее, потому что это все будет там вровень к домику идти. И, соответственно, ворота будут в прижимочку. То есть вот прям, прям вообще в прижимку. Открыли ворота, открыли дверь, зашли. Закрыли ворота, закрыли дверь. Тогда будет норм. С воротами посложнее их ставить. Но здесь у меня получается сделать их прям вплотную все-таки. Да, ребят, вот. Вот так уже гораздо лучше. Можно добиться других результатов. То есть надо пробовать. Тогда будет все еще веселее. И я не долетел. Теперь уже будет трудно. В принципе, я думаю, я тоже не долечу. Но я попробую. И все, нет. То есть небольшие вложения. То есть в основном это будет камень. Пускай даже у вас дом будет из дерева, но у вас будут каменные стены. До них, конечно, нужно дойти. Но если у вас остались рецепты, допустим, их не вайпнули. А дальше ставьте, что вы на коне, ребят. Потому что вам будет намного проще. Потихоньку, помаленьку. Стенка за стенкой, ворота. И вот у вас уже готово такое плотное укрепление. Вы даже можете сделать проще. Вы можете поставить тут шкаф. Соответственно, с дверкой. Пускай это будет даже изначально время, как у вас будет мало ресурсов. Вы первым делом можете наметить себе фундаменты. Вот так и так. Вот у меня дом 3 на 3 будет. Потом фармить камень. Если у вас есть рецепты, наделать себе ворота на возможное количество камня. расставить. То есть постепенно сначала заняться все-таки воротами. У вас уже будет территория укреплена. А потом уже таскать ресурсы на дом. То есть ваш дом уже не будут трейдить, потому что у вас будет хорошая оборона со стороны. Там уже достраивайте, как вам хочется. Хоть 10 этажей, сколько угодно. На самом деле можно построить просто второй слой забора. Там поставить уже большие печки и прочее. Да, никто уж не запрещает. То есть потом можно банально вот у нас вход. Мы можем уже здесь сделать, допустим, ответвление. Там поставить печки. Поставить добывалки. Все, что хотите. С добывалками просто сложно состоит в том, что не факт, что именно вот здесь они будут добывать именно там какое-то определенное количество ресурсов. Попробуем укрепить. Покажу еще пару финтов, которые можно использовать при строительстве базы. Строим внешний забор, скажем, второй. Строим вот такие вот будки. И окружаем их еще слоем стен. Я строю неаккуратно очень и так далее. Но смысл вы понимаете. Расточительно, да. На самом деле, ребят, можно просто аккуратно этими стеночками обложить нашу будку. И шкафчик будет в безопасности. Принцип остается тем же. Думайте, как можно перелезть через ваш забор, чтобы избежать разрушения стен. Смотрите, где билдинга нет. И ставьте в эти места шкафы. Да, ребята, все зависит от вас. То есть, рейдер это такой же игрок, как и вы. Просто он смотрит на ваш дом с другой стороны. Соответственно, чтобы знать, где у вас брешь и безопасности, вы сами должны стать рейдером вообразимым. Не обязательно у вас должны быть сишки для этого. Вы просто должны походить вокруг, посмотреть. Посмотреть реально, где провалы билдинга есть. И поставить туда эти будки. Не экономьте на будках. Будки реально спасут вас. То есть, как я уже говорил, кланы, они всегда сильные. У них всегда море там сишек, ракет. Но вы можете, даже в одиночку, можете вполне себе хорошо так укрепиться. И вас будет трудно зарейдить. Ведь главное, это не количество ресурсов. Главное, это умение строить и обороняться. Потому что, какое бы количество ресурсов не было, вы просто немножко усложните. Но, опять же, вы можете где-нибудь промахнуться. Допустим, до вашего шкафа будет очень легко добраться. Это не спасение, это не панацея. Многие думают, дайте мне там миллион камня, я построю такой дом антирейдовый. Да просто никто не пойдет в этот дом. И, опять же, учитывать этот факт, что на модсерверах там реально замки, особенно с рейдами, это нормальное явление. Я обычно веду речь о классике. Классика это у нас оф сервера, ну и, соответственно, обычные классические сервера, серверах сообщества. Там замки построить не клану очень трудно. Соответственно, мы видим замок, мы понимаем, что там, скорее всего, играет клан. Это по-другому никак. Потому что, друзья, админа нет, админа нет, доната нет, только клан. Потому что на классике рейдов тоже нет. Фармить очень долго и очень тяжело. Соответственно, вы понимаете, ага, там клан. А мелкие домики зачастую у нас небольшие группки людей. Поэтому рассматривайте, думайте, пытайтесь сами перелезть. И, таким образом, вы уберете все проблемы, и безопасите себя на полную. Когда я начинал играть в раз, меня первый раз вообще зарядили обычным лифтом. Но дело в том, что я тогда мало понимал механику игры. И шкаф у меня использовался в качестве лестницы, чтобы подниматься на второй этаж. Он был вообще открыт извне. Тогда, как бы, гранат, по-моему, еще не было. Да и шкафа было не видно. И он еще хорошо бил вниз. Тем не менее, залезли ко мне, залутали меня. Кстати, у меня было все арморное, помню. Я усвоил урок. Теперь я строюсь аккуратно. И шкаф, шкаф это сердце дома. Я стараюсь запихать его так, чтобы его реально было трудно достать. Трудно достать и даже боли. Его было трудно найти. Поэтому, смотрите, такой нюанс. У нас шкаф по центру, это хорошо. Скорее всего, они сразу догадаются, что он по центру. С другой стороны, если вы поставите в какой-нибудь углу, и подумайте, да ладно, пусть в углу так лучше. Вот здесь будет хорошо. Вот здесь будет лучше. Но вот здесь, с этой стороны, будет хуже. Просто побегают вокруг и поймут, ага, так у него шкаф где-то сбоку. В углу, допустим, бомбанут вашу стенку, авторизируются в шкафу и все. Это надо учитывать. То есть, шкаф легко прочекать, понять, где он находится. Приблизительно. Но это возможно. Не обязательно использовать какие-то баги, там просмотр через стены. Это не нужно. Можно просто вот побегать. Который, кстати, пофиксили. И все. Ты проверял уже? Если честно, нет. Я, кстати, тоже не проверял. Но ребята говорят, что работает. Мы будем думать, что-то таки исправят. Кстати говоря, за разработчиками Раста уже не первый раз замечаю, когда они пишут, мы исправили, и ничего не исправили на самом деле. Но они утверждают обратное. Но пускай. Мало ли. Так, здесь у нас можно пролезть, да? Еще один пример бреши, который я нашел. Поэтому нужно всегда быть осторожным. И смотреть, где проседает билдинг, и там строить шкафы. Там подарок был. Ты против, нет? Она не разрывается почему-то. О, подарки. Смысл в общем-то понятен. Мы окружаем базу такими вот. Башенкой маленькими. Я видел огромные замки, где были такие действительно 4 башни вокруг. Там билдинг был. Все окружено стенами, тремя слоями. И я честно, просто не знаю, как это рейдить, сколько надо на это ресурсов. Ну и фармить, наверное, это очень долго. Так что, начинайте с малого, укрепляйте посильнее ваш первый шкаф, вашу первую начальную базу. Копейте ресурсы и развивайтесь. На самом деле, если у вас накопилось много ресурсов, а вы понимаете, что в принципе вашу базу достаточно легко зарейдить, то лучше построить еще одну базу. Тоже такую вот будочку 3х3, например, окруженную стенами где-нибудь в другом месте, где есть ресурсы. И периодически бегаете туда-сюда, проверяете, чините. Зарейдит одну базу, останется другая база. Не забывайте про пещеры, мы давно в них строимся, давно в них живем. Их тоже довольно проблемно рейдить, потому что рейдить с одной стороны и довольно просто ее защитить. А 20 сишек на классике мало кого есть. Также напоминаю, что на модах в пещерах жить в принципе не нужно. Это очень большой минус, потому что поставят хом в вашей пещере, вы ее построите, кто-нибудь хомнится внутрь пещеры, и все, gg. Весь ваш лут будет у них. Еще один нюанс, ребята, не храните достаточно большое количество ресурсов. То есть оставляйте ресурсы в таком количестве, чтобы их хватило на ремонт. Ну или экстренно что-нибудь поставить, потому что многие затаривают этим камнем, там просто сотни тысяч его бывает. То есть, например, 100 тысяч камня, 200 тысяч камня. Кланы на классике такое могут нафармить, учитывая карьеры. Никогда не делайте так, потому что вы думаете, что у вас много ресурсов, вас зарейдят все это заберут, это реально будет большой куш. Слушай, тратьте все, инвестируйте в стены, инвестируйте в здания. То есть, у меня, например, ресурсы никогда не залеживались. Когда мы играли по лету, у нас была деревня, я строил великую китайскую стену. В принципе, мне это нравилось, и как бы, если бы зарейдили, уж камня у нас бы точно много не нашли. Про дерево я молчу, мы весь остров вырубили полностью и бегали там в другой биом за деревьями. Соответственно, лучше куда-нибудь инвестировать. Камня много, взяли там забор, поставили. То есть, хуже вы не сделаете. Поставьте еще одну добывалку, окружите ее стенами. Хорошая инвестиция, кстати, ко мне. И, ребят, первое, главное правило строительства базы, которое я вам рекомендую, сделайте базу так, чтобы и вас было невыгодно рейдить. То есть, появился вся свободный порох, сделали сишек, пошли, дом вынесли, который рядом построился. Во-первых, вы отгоните соседей, нежелательных, спасете ресурсы, которые спавнятся рядом с вами. Ну и, в принципе, вы их потратите. Не надо хранить много лута дома, чтобы он попал к другим людям. Используйте его сами. Не забывайте. На этом наше видео подходит к концу. Я думаю, вы усвоите наши советы, будете их использовать, не будете хранить тонну лута дома, будете его инвестировать. Хорошо защитите свой дом, найдете свои бреши безопасности. Да не будут вас рейдить, ребята. С вами был Баши Снасть и Чеппер. Если вам понравилось данное видео, вы знаете, что делать. Субтитры сделал DimaTorzok